Я прошу, чтобы те были едины. Рассказание я написал еще в Караганде. Я и тогда уже ездил по многим городам, по командировке, встречался с разными людьми и встречал везде верующих, которые по-настоящему Бога любили, которые служили Ему всем сердцем. Мне так хотелось, чтобы верующие, которым Бог дал новое сердце, новую жизнь, новые чувства, чтобы они уважали друг друга, чтобы они были едины, так как об этом молился Иисус Христос. Теперь стихотворение. Я прошу, чтобы те были едины. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. Не о них только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе. Так и они, да будут в нас едины, да уверуют в мир, что Ты послал Меня. Это слова Иисуса. Так Он молился в своей первосвященнической, в последней молитве, которая зафиксирована. Иоанн ее передал нам в своем Евангелии от Иоанна, в 17 главе, 9 и потом 20 по 21 стих. Я прошу, чтобы те были едины, те, которых Ты Мне дал. На земле с последней просьбой Сына к Богу так Иисус взывал. Знал, что в множество конфессий раздробится мир церквей, что библейской будут вестью бить друг друга все сильнее. Все ж просил Спаситель Бога о единстве нас с Тобой, чтобы, идя своей дорогой, каждый был любовью полн, доброй, искренной и чистой, предприимчивой порой, всепрощающей, лучистой, согревающей собой. Быть единым значит славить своей жизнью Божий путь, значит взгляд на то направить, что всего важнее, в чем суть. В ближнем видеть искру Божью, все добро, что в нем живет, и молиться, если сложно станет с ним идти вперед. Если кто тебя попросит, ему истину сказать, расскажи как другу, просто свое мнение и свой взгляд, не учи по-фарисейски и виновных не ищи, в горе плачь. В любви надейся и всегда свети, свети. Наш Господь Бог очень хочет, чтобы мы истину несли, то, на что он наши очи сам открыл, сам просветил. Пусть и Библия святая нас всех учит, как любить, чтобы друзей приобретая, мы могли в единстве жить. Мы не можем быть в разрыве с тем, кого он возродил, кто свой путь и все порывы Богу в вере посвятил. Караганда, 20 декабря 88-го года. Вальдема Ик.